МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Час новостей". На 12-м канале в студии Денис Ионос. Здравствуйте. Ковид отступает. Больницы возвращаются к прежнему режиму работы. Это не привело к ухудшению оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Какие отделения уже перепрофилировали? Маневр запрещен. Левых поворотов на городских магистралях может стать меньше. Покажем на карте Омска эти участки. Выход на новый уровень. Правительство региона вошло в состав учредителей футбольного клуба Иртыш. Речники теперь смогут рассчитывать на финансовую поддержку из областного бюджета. За контрабанду военной техники в колонию гражданину Украины все же придется сесть за решетку. Подробности громкого процесса. И квартирный вопрос. Тигрятам из Большереченского зоопарка не могут подобрать новое жилище. Пробки и аварии на городских дорогах заторы из-за снежной каши. Потепление принесло в Омск снегопады. Поэтому дорожные службы бросили все силы на уборку магистралей. Их обрабатывают биохимическими реагентами и песком с солью. Дорожники в первую очередь расчищают основные магистрали, мосты, путепроводы и перекрестки. Чтобы не препятствовать проезду машин, вывозить снег на полигоны будут ночью. Параллельно чистим остановки, пешеходники. Вывоз снега осуществляем. Сегодня за сутки работало по советскому округу более 70 единиц техники, более 40 дорожных рабочих. То есть сегодня в ночь также продолжаем работать. Сегодня воздух прогревался до нуля градусов. Завтра уже ожидается небольшое похолодание до минус 11. Подтаявшие сугробы с улиц необходимо убрать до возвращения минусовых отметок. Именно из-за перепада температур на дорогах образуются колея. По прогнозам метеорологов, снегопады продолжатся и дальше. Возможен даже дождь. Так что еще несколько дней дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Больше 600 коек в больницах Омска лишились статуса ковидных. Сразу в трех медучреждениях вновь начали принимать пациентов. Плановую помощь оказывают неврологи, кардиологи и нейрохирурги. А в городской больнице номер 17 опять работает палеотивное отделение. Здесь принимают тяжело больных омечей, которые нуждаются в особом уходе. Для этого в палатах есть все необходимое. Пригодятся в лечении кислородные точки, которые ранее здесь оборудовали для коронавирусных пациентов. О том, как омская медицина возвращается на мирные рельсы, Никита Гайдаш. Еще в декабре в этой палате проводили интенсивную терапию для тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Здесь повсюду стояли аппараты ИВЛ и круглосуточно дежурили медики. Но сегодня эта палата снова отведена под палеотивное отделение. И здесь ждут пациентов, которым нужна особая помощь. В городской больнице номер 17 только как ковидный госпиталь больше не числится. С понедельника в привычный режим работы вернулось палеотивное отделение. Это 75 коек из 200. Пациентов пока немного, но, по словам медиков, уже к концу недели все места будут заняты. Для тяжелобольных омечей организуют постоянный уход. Они получают не только препараты, но еще и психологическую и социальную помощь. Это поиск необходимых средств реабилитации и учреждений, где можно пройти дополнительную терапию. Конечно, мы очень рады, что мы открылись. И сотрудники все довольны, что мы уже вернулись к мирной... Мы называем это мирная жизнь. Теперь люди могут получить помощь, которую они не получали почти год, можно сказать. Больные очень тяжелые. Работа... и работа у нас тяжелая. В резерв этот блок перевели еще в середине января, как только снизился поток пациентов с коронавирусом. Все это время здесь проводили санобработку помещений. Прежде чем попасть в отделение, все пациенты пару дней проводят в изоляторе. Ожидают результатов теста на ковид. Ну а после их переводят в палаты. Оборудованы они по всем стандартам палеотивной медицины. Здесь специальные тумбы-трансформеры и автоматизированные кровати. Удобные как для пациентов, так и для персонала. Головной конец, ножной конец тоже поднимается. Все эти возможности для чего? Расскажите нам, пожалуйста. Чтобы удобно было пациенту, чтобы было ухаживать удобно за ним и проводить процедуры. Пригодится врачам и кислородная система. Ее провели во время пандемии. Оборудование будут использовать больные с затрудненным дыханием. Пациенты ослаблены. То есть здесь уже та стадия, которая и возможность дыхания у пациента, она тоже ограничена. И теперь мы можем любому пациенту в палате подключить кислород и тоже улучшить качество жизни. Сейчас в больнице остается 125 коек для ковидных пациентов. Занято пока 60%, так что дефицита нет. Динамика заболеваемости позволяет постепенно возобновлять плановую медицинскую помощь в регионе. Отделения нейрохирургии, урологии, кардиологии и других профилей уже открыты в трех больницах города. Никита Гайдаш, Сергей Никифоров, 12 канал. Что нередко приводит к авариям. Влияет это и на трафик. Так, в районе пересечения Герцена и Рабиновича крайний правый ряд полностью занят автобусами и маршрутками. Это выделенная полоса. Левый же блокирует поворачивающие машины. В итоге для движения прямо остается только один ряд. Впрочем, избавиться от пробок и аварийности одновременно все равно не получится, пояснили в департаменте транспорта. Когда рассматривали эти участки, ну в целом я их охарактеризовал. Это повышение пропускной способности, либо обеспечение безопасности. Мы понимали, что на всех этих участках существуют альтернативные маршруты проезда. Так что здесь принцип один. Либо повышение трафика, либо повышение безопасности. Изменения будут вводиться постепенно. Уже в мае запретят левый поворот на пересечении улиц Герцена и Рабиновича. Ну а полностью оптимизируют схему к 2022 году. Космической торговле штрафы нипочем. В Омске уличные торговцы продолжают разворачивать прилавки прямо на пешеходных зонах. Сотрудники полиции, Российхознадзора и администрации сегодня провели рейд на остановке у кинотеатра «Космос». По словам местных жителей, бойкая торговля на людном месте идет постоянно. Порой между импровизированными прилавками невозможно даже протолкнуться. Жалобы о томичей поступают регулярно. Так что рейды проводят дважды в неделю. При этом, по словам специалистов, точки на рынке есть. Арендовать их можно за небольшую плату. Однако такие условия продавцов не устраивают. Никто никаких документов никогда не показывает, ссылается на свои внутренние убеждения. Понятно, что любой торговец хочет торговать там, где удобно ему, там, где есть потребитель, а не там, где это предназначено, соответствует нормам и так далее. То есть вот этот разрыв, он, разрыв в этих, скажем так, нормах, он и позволяет развиваться этой несанкционированной торговли. Продавцы, впрочем, этого не отрицают. Чтобы торговать на прикормленном месте, готовы платить их штрафы, а для поиска покупателей даже переехали на остановку. Что касается мяса и рыбы, то продавать их на улице в любом случае нельзя. Для такого товара требуется определенная температура хранения. Иначе продукция портится, покупатель рискует получить отравление. Разъяснение норм сотрудники ведомств подкрепили сегодня и протоколами. Семеро продавцов заплатят от одной до пяти тысяч рублей. Тиврийский район на связи в одной из самых маленьких поселений Петрова пришел устойчивый сигнал. С местными жителями по зуму сегодня пообщался губернатор. Александр Бурков оценил скорость соединения. В поселке ловит 4 джин. Вышку сотовой связи установили за счет областного бюджета. Она обошлась в 3 миллиона рублей. Теперь 440 жителей Петрова могут без проблем пользоваться интернетом. К ним присоединились и поселки Большая и Малая Бича, где связь также на высоте. И такая работа, отметила глава региона, будет продолжаться. К сожалению, есть еще 53 населенных пункта, где нет сотовой связи. И порядка 500 населенных пунктов, где есть проблемы с интернетом. Поэтому здесь нам предстоит еще работать и работать по этой теме. Хочу сразу сказать, что Министерство промышленности и связи у нас отработали по каждому населенному пункту. И в следующем году мы начинаем такую масштабную уже программу вместе с Федеральным министерством цифрового развития. И в течение пяти лет мы должны полностью все накрыть населенные пункты сотовой связи шеркополосным интернетом. Омские водители пока не смогут подать заявку на получение или замену прав через портал Госуслуг. Об этом предупреждает Госавтоинспекция. Документы принимают только в порядке живой очереди. В ГИБДД пояснили, в информационной системе произошел технический сбой. Поэтому многие функции на портале Госуслуг стали недоступны. Оформить новое удостоверение или заменить старое можно в Госавтоинспекции по адресу 8-я ремесленная 17-а. График приема на ваших экранах. Отмечу, что тем, кому ранее удалось записаться на прием через интернет, получать талон заново не нужно. День, который войдет в историю футбольного Иртыша. Областное правительство стало одним из учредителей клуба. Такое решение сегодня приняли депутаты городского совета. Теперь деньги, необходимые для развития клуба, будут выделяться из регионального бюджета напрямую. До этого финансирование велось через предоставление субсидий из городской и областной казны. Ранее анонсировалось, что Иртыш может рассчитывать минимум на 150 миллионов рублей в год из регионального бюджета и на 30 из городского. И вот как новость о вхождении правительства в состав учредителей клуба прокомментировал министр спорта Дмитрий Крикорьянц. Мы поступательно идем к тому, чтобы наш Иртыш, наша команда региона, города, выйдя на уровень футбольной национальной лиги, закрепилась на этом уровне и имела все шансы представлять наш регион, быть такой хорошей имиджевой составляющей. Напомню впервые публично о том, что правительство будет поддерживать омский футбольный Иртыш, губернатор Александр Бурков заявил в июне 2020-го. Сейчас Иртыш занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, вне зоны вылета. В этот момент команда на сборах Турции. Речники провели уже две товарищеские встречи и в обеих одержали победы. Сначала над Славией из Болгарии 4-2, а затем и над Московским Чертаново 2-1. И вот что покажем в итоговом выпуске «Часа новостей» смотрите в 19.30. Когда дом ползет по швам, с криком о помощи в редакцию 12-го канала обратился Амич. Мужчина и его семья проживают в бараке, который может рухнуть в любой момент. Вот видите балки? Они сгнили. Они вот эту стену держат. Ну, они с собой соединяются. Они могут в любое время упасть. И вот за ней, когда поезд проходит, все трещит. Причина тому – одна из трех квартир. Часть постройки стала никому не нужной больше 10 лет назад, после пожара. Прежняя хозяйка предпочла съехать, а неприкрытые кровлей балки и стены начали гнить под дождем. Со временем деревянная конструкция пришла в негодность, и дом, что называется, поехал. Можно ли его восстановить и на какую помощь могут рассчитывать собственники, узнала Анна Кокорина. Омск начинает штормить. Бойцы Шлеменко «Файт Тим» готовятся к первым поединкам в октагоне. Уже в эти выходные состоится профессиональный турнир по смешанным единоборствам ММА «Сириес». Его посвятят памяти заслуженного тренера Владимира Зборовского. Омские спортсмены сразятся с сильнейшими бойцами России и других стран. Ну а главным поединком вечера станет встреча Амича Александра Осетрова и Нуржигита Караева из Киргизии. Какой прием организуют гостям? Расскажем о подготовке к яркому и зрелищному событию в мире спорта. И скатерти, пеленки и постельное белье с другой планеты. Подростки с особенностями здоровья освоили добрый щелнок и шьют все необходимое. Для домов-малютки, городских больниц и хосписов. Как благотворительный проект, созданный на планете друзей, смог отправиться в свободное предпринимательское плавание? Смотрите в 19.30. Хотел подзаработать на контрабанде, но теперь отправиться за решетку. Суд признал виновным украинца, который незаконно попытался отправить на родину военную продукцию из Омска. Интересно, что приговор служители Фемиды выносят уже во второй раз. В октябре прошлого года контрабандисту назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Но с таким решением преступник не согласился и обжаловал его. Пока пересматривали дело, мужчина находился в изоляторе. Однако вердикт остался неизменным. Установлено, что контрабандный вывоз мужчина спланировал заранее. В ноябре 2019 года Кузнецов лично прибыл в Омск для приобретения совместно с Черноскутовым, интересующих его детали военного назначения. На этапе приготовления преступления незаконная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками УФСБ России по Омской области. Установлена нацеленность гражданина Украины на организацию в дальнейшем незаконного канала поставок за рубеж. Для чего детали, которые необходимы при сборке военной техники, нужны клиентам, контрабандист, по его словам, не интересовался. Его главной задачей было добыть и доставить товар. Меня интересовал другой вопрос. Когда я получу свои комиссионные? Этот вопрос у меня всегда был на первом плане. Все остальное меня мало вообще интересовало и интересует. Подельника контрабандиста также осудили. Он должен отправиться в колонию на один год и 10 месяцев. Однако по факту за решеткой преступники проведут меньше. В счет тюремного срока зачислятся дни, которые фигуранты дела пробыли в СИЗО. По-настоящему достойная команда. Омский авангард уверенно обошел Минское «Динамо». Против «Зубров» Боб Хартли бросил проверенный победный состав. И эта ставка сыграла. Матч начался для ястребов с розыгрыша большинства. Однако сходу реализовать его не удалось. Кроме того, Илья Ковальчук нарушил правила и получил 4 минуты штрафа за грубость и неспортивное поведение. На мячам пришлось отбиваться. Открыть счет удалось лишь на шестой минуте второго периода. Отличился Рид Буше. А удвоили преимущество ястребы уже на старте третьей 20-ти минутки. При розыгрыше лишнего шайбу забросил Корбен Найт. А спустя 10 минут оформил дубль. Ну а затем хорошо знакомый омским болельщикам форвард Роб Клингхаммер передал привет своей предыдущей команде. И сорвал сухарь для Игоря Бобкова, который действовал в этот вечер предельно надежно. Итоговый счет 3-1 в пользу «Авангарда». Сегодня ключевую роль сыграли спецбригады. Мы забросили голы в большинстве и нейтрализовали меньшинство. Опять же, Игорь Бобков очень хорошо действовал и помогал нам. Я горжусь тем, насколько хорошую командную работу мы проделали. Это по-настоящему достойная командная победа. Следующий матч «Авангарда» вновь проведет на домашней арене. 7 февраля в Балашиху пожалует нижнекамский «нефтехимик». 12 канал покажет встречу в прямом эфире. Начало трансляции в 19.45 по омскому времени. Тигрята ищут новый дом. Хищники из Большереченского зоопарка не могут переехать уже почти год. Заявок на их покупку так и нет. Всему виной пандемия. Из-за вынужденного простоя цирки и зоопарки ушли в серьезный минус. Так что денег на приобретение диких кошек у этих учреждений попросту нет. Впрочем, в Большеречи не теряют надежду найти тигрятам новое место жительства. Пока же юные хищники находятся в одном вольере с мамой тигрицы. И несмотря на весьма внушительные габариты, по-прежнему ведут себя как малыши, не отстают от взрослой азы ни на шаг. По словам специалистов, такие повадки полосатых вполне объяснимы. В природе тигрицы воспитывают котят до трех лет. Страдает от этого, похоже, только глава семейства тигр-граф. Из-за соседства с малышами его романтические встречи с азой пока под запретом. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Завтра, 4 февраля, в городе Облачно. Ночью, по данным синоптиков, ожидается 12-14 градусов ниже нуля. Днем минус 9, минус 11. В районах переменная облачность. В ночные часы термометры покажут минус 13, минус 16. Днем до минус 14. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Встретимся в итоговом выпуске «Час новостей» в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова